приветствую вас дорогие мои любительницы по вышивать на канале креативные вышивки меня зовут жанна и я очень люблю вышивать крестиком это видео появилось именно в таком формате благодаря одной моей зрительнице который зовут ирина она написала мне что вышивала как я гуляя с внуком тоже удобно усаживалась на скамейке в парке крепя как я схему на коляску и так давайте все-таки отмотаем 7 лет назад потом пять лет назад отмотаем и посмотрим как же я вышивала раньше да конечно я дома вышивала в том числе но чаще всего я вышивала на улице особенно осенью особенно поздней весной и особенно летом соответственно да сейчас я уже так не вышиваю но это были действительно прекрасные времена уложишь ребенка спать да на свежем воздухе а сама сидишь и вышиваешь вот вы видите коляску а где же ребенок но ребенок еще совсем маленький поэтому его было достаточно немножечко покружить по району немножко укачать убаюкать он спит а я замечательно вышиваю как минимум один час точно я могла себе позволить на свежем воздухе повышевать вы видите что у меня нет никакого музыкального сопровождения я не смотрю никакое видео телефон передо мной не стоит и мне так было замечательно и прекрасно а вот когда ребенок просыпался соответственно требовал моего внимания я все собирала в удобный пакет я брала всегда огромный пакет с собой на улицу вкладывала туда раму со станка все-таки пяльцы это немножко не мое мне не очень удобно заламывать крестики я брала раму брала пакетик с нитками даже брала органайзер пака ножнички схему и вот с таким скарбом я путешествовала по паркам вместе с коляской замечательно я вышивала потом ребенок у меня подрос вы видите да он играет в песочнице я наблюдаю за ним также я не смотрю никакое видео не слушаю музыку телефона перед моими глазами нет я просто сижу и вышиваю это уже видео пятилетний ну где-то пять с половиной шесть лет назад было я вышивала свои любимые работы это домики в разрезе перед этим вы видели я вышивала фернанда ботеро монолизу да ботеро да а сейчас и далее последующие отрывки вы увидите как я вышиваю домики в разрезе за что я хочу себя поругать конечно же потому что я обратила внимание что рамы свои я ничем не защищала не надевала никаких специальных трусиков мы мы в те времена с вами рукодельницы особенно об этом не знали это потом пришло понимание что нужно работу защищать особенно когда мы с вами куда-то эти работы носим кладем поели сели за вышивку да а тогда как-то все было на авось также у моих работ нету боковой натяжки тоже очень плохо на самом деле все-таки боковая натяжка необходимо глядя на эти работы я вижу что канва у меня ходит ходуном а должна она быть натянута как на барабан и сейчас это уже дни сегодняшние ну видео не вчера конечно снято полтора два года назад на данный момент когда я вышиваю ребенок у меня уже в детском саду и я спокойно сижу смотрю фильм без фильма в тишине конечно же вышивать я не могу реже всего я вышиваю под музыку но это когда знаете такое меланхоличное настроение повышивать хочется смотреть ничего не хочется можно включить и музыку но чаще всего конечно же какой-то интересный фильм или видео на ютюбе как вы видите я уже здесь вооружилась вышиваю на своем любимом станке вышиваю полностью с натяжкой да с барабанной вы видите да цветные резиночки у меня на работе и трусики которые защищают уже несмотря на то что на улицу я свои работы не выношу и на улице я не вышиваю большое вам спасибо дорогие друзья то что своими комментариями своими мыслями своими благодарностями напоминаете мне о том а что же было раньше потому что на самом деле я уже об этом совершенно забыла и благодаря ирине я вернулась к своим старым роликом и посмотрела как оно было и это действительно было очень очень интересно я оставлю вам ссылки на все эти видео откуда были сделаны нарезки посмотрите может быть кто-то тоже при наступлении лета с маленьким грудным ребенком захочет так повышевать подписывайтесь на канал жду ваших комментариев для того чтобы мы с вами могли подискутировать на разные самые разнообразные темы с большим удовольствием вам отвечу а на этом я буду заканчивать увидимся дорогие мои услышимся в моих новых видео роликах и обязательно делитесь какие способы вы взяли из моих видео а может быть что-то сами мне интересное расскажите и возможно даже покажите да для того чтобы я тоже смогла использовать и внедрить в свою вышивку на этом все до новых встреч дорогие друзья а